Вы знаете, Тора, я об этом несколько раз говорю в последнее время, Тора очень сильно осуждает поклонение Молоху. Молоху приносили в жертву первенцев, некоторые говорят, что их буквально сжигали, некоторые говорят, что это как пуринские прыжки, как на янку купала через огонь перекидывали. Но понятие, что Бог, он злой, вот это постоянно, это божество, только не бери меня, пожалуйста. Очень много людей живет таким ожиданием, да, то есть, почему ты позвоночник словам, почему что в церкви два раза не было, ну, к примеру, то есть, почему тебе ребенок заболел, потому что десятину не платишь, то есть, такие вещи, и человек живет с Богом, который постоянно хочет его цапнуть. Это Молох. То есть, нужно помнить все время, то есть, память, память, что природа благого делать благо, природа доброго Бога делать добро. Он сотворил мир не для того, чтобы поиздеваться над творениями, для того, чтобы делать добро. И пока есть возможность, даже туда, в какую-то озлобленную глубину вот этого злого человека, который на всех обозлился, даже туда, даже там открывается свет, что-то, что-то может поменяться, мы видим, что меняется. Но он предупреждает, не трать на это время, не сжигай свою душу. Можно ли сказать, что фараон в тот момент, когда ожесточилось его сердце, вот он уже не слышал, и он уже не мог, он уже оказался в аду? Или он вступил в аду? Или это может быть иллюстрацией, да? Я думаю, что он уже не мог, да. То есть, давай мы вот этот сегмент нашей беседы подытожим. То есть, угроза ада есть угроза настолько привыкнуть к злому Богу, что это может скатить тебя до состояния необратимости, и ты останешься в этом состоянии желчном, черно-желчном состоянии навсегда. Чтобы это слово не значило. Да, но есть в том-то и дело, что Бог действует своей, скажем, оздоравливающей, ну, назовем это слово спасительной. Слово сатерио, спасение, оно же означает излечение, исцеление. То есть, Бог исцеляет, и весь наш запас этой желчи, все наши желчи, все наши зло, все наши тяжелые металлы, которые в нас, так скажем, неподъемные, он поднимает через, ну, что значит в данном случае, опять-таки вера. Вера в том, что есть спасение, что есть добро, что Бог хочет творить благо в этом мире. Тогда, коль скоро Бог благ, или, по крайней мере, в нашем представлении, что такое благ, или в твоем представлении, что он добр. В таком случае, давайте зайдем с другого угла. Значит ли его доброта, наличие универсалистской идеи о конечности адских мук, что бы мы ни вкладывали в это понятие, или то, что называется в католическом, скажем, варианте у Данты, чистилищем, да, то есть, или даже в иудаизме, или даже в христианстве в определенных направлениях, когда именно доброта Бога вменяется ему в обязанность не позволять этим людям заниматься самоубийственным адом в своей жизни пожизненно. То есть, ад, он вечен, несмотря на доброту Бога, и благодаря тому, что мы можем читать буквально в том же самом откровении, или все-таки он ограничен по времени? Как ты думаешь? Такое наступание на больную мозоль многих людей. Да, это зависит, все зависит снова. Снова, мы, каждый человек, каждый человек в силу своей природы, прежде всего. Тут человек верит в те или иные вещи, это объясняется его природой. Например, тут такой очень радикальный случай приведу. В Кемерово был пожар в кинотеатре, там дети сгорели, был пожар в торговом центре, в кинотеатре сгорели дети. Был это в районе Песоха, и какой-то человек стал говорить, это еврейская жертва, это еврейское жертвоприношение. Находились люди, которые это распространяли. То есть, кто поверит в это? Тот, кто уже к этому предрасположен. Кто-то хочет видеть Бога строгим или справедливым, и поэтому какие-то стихи, которые можно толковать в понимании бесконечного наказания, он толкует в понимании бесконечного наказания. Кто-то берет Малахию и говорит, и будут грешники прахом под вашими ногами, то есть, говорит, в конечном счете это кончится, и все превратится в прах. То есть, неисправимые грешники превратятся в почву перегной, но мучение их закончится. И вот это вечное поругание – это то, что они навечно будут прахом. То есть, любые стихи как-то можно… То есть, за время спора между этой стороной и этой стороной набрались аргументы и там, и там. Я могу легко аргументировать эту и другую сторону. Вопрос – зачем? И, опять-таки, поскольку я верю в благого Бога, я верю в то, что есть конечность у этого, и есть цель у этого. То есть, какое-то исправление. И я понимаю тех, кто верит по-другому. Еще я понимаю, что это не зависит от моей веры. То есть, как я верю там. Я ничего не решаю в этом вопросе. Поэтому я не буду спорить. Хорошо. А не требует ли такой подход симметрии в отношении рая? Коль скоро ад в этом смысле конечен, то, может быть, и рай заканчивается неким состоянием нирваны без осознания своего счастья. А вот просто… Бесконечная справедливость не может быть справедливость, она как раз конечна в себе. Вот так вот. Хорошо. Это важно. Это важно. Справедливость – конечна. Благость – бесконечна. Кстати, это замечательные атрибуты. Когда-нибудь я все-таки уговорю тебя написать учебник по антисистематическому небогословию. И там в паре атрибутов вот ты напишешь вот это вот золотыми буквами. Справедливость – конечна. Благость – бесконечна. Поставишь точку и закроешь книжку. И все. Я думаю, этим вполне исчерпывается наше представление о Боге. Или говорится «даейну», нет? Даейну, да. Ну, потому что мы говорим на самом деле, мы с тобой разговариваем. Даже если бы мы с тобой были врачами, скажем, мы бы мало что сказали о функции мозга. Да, функции мозга мало исследованы. Функции селезенки исследованы мало. Функции поджелудочной железы. Но когда мы заговариваем о Боге, о том, как Он устроил мир, здесь, как же таксист, как управляет государством, так мы прекрасно понимаем, как у него все устроено. И попробуй с нами не согласись. Все специалисты. Попробуй, да. В аду гореть будешь сразу же. В аду находятся злодеи, и те, кто с тобой не согласен. Знаешь, я вот думаю о челюскинцах, которые погибали на льдине, или попанинцах, я их все время путаю. Вот их адским огнем точно было не устрашить. Ну, ладно, это, как говорится, дело вкуса.